Необычный грим, нимбы над головой, причудливая игра света и тени. В кадрах снятой командой Александра Бердина-Лазурского, актеры Грани предстают не столько в образе своих персонажей, сколько отражает фантазии авторов на заданную тему. В шекспировском «Короле Лире» Сергей Позняков играет сразу две роли – графа Кента, доброго друга короля, и хитрого Эдмонда. Сергей говорит, что фотосессия вдохновляла, и работой с командой фотографов было легко. Я, конечно, обомлел, потому что я уже рассчитывал, что это будет очень красиво, потому что когда мы работали над этим, снимали, это уже было очень заинтригованно, как-то магически. А как в этом процессе? Расскажи, что такое? Это все. Мне сначала накрасили все. Он долго искал образы, что там мы, да, как. Но он раз накидывал какие-то, да, так, посмотри, попробуй, так, с рукой, так, и раз, и все. Мне понравилось, что в этих получился как бы не только я, а именно как персонаж. Представленный на выставке работы московского фотографа Дмитрия Дубинского. Он снимал за кулиси спектакля «Корабль дураков», поставленного посредневековым фарсом. Режиссер «Гранин» Денис Бакурац за эти два спектакля получал золотые маски, смело идет на различные эксперименты. И эта двойная выставка не стала исключением. Фотографы, да, художники, они действительно создали некий такой интересный продукт, который может являться не только обслуживанием спектакля, как фотографический документальный съемок, а они еще и создают свое авторское художественное произведение. Потрясающе, что спектакли, что актеры, что выставка и работы. Просто вот эстетическое, огромное, духовное, душевное наслаждение. Такой необычный ракурс. При таких костюмах, простых и сложных одновременно, добавляется еще какая-то такая позолота сверху. Ну, это что-то. Гости, побывавшие на открытии выставки, могли пообщаться с художественным руководителем «Грани» и с актерами спектакля. Работы можно увидеть до 23 сентября. Вход свободный. Валерия Куценко, Инга Пенер, Григорий Пешаков. События.